Собрание депутатов Ненинского округа отметило свое 25-летие. Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры Арктика. На праздники вспомнили и отметили каждого, кто принял непосредственное участие в масштабной работе по формированию правовой базы региона и принятии основополагающих законов. На праздники собрались представители, депутаты и сотрудники аппарата законодательного органа власти региона разных лет, а также приглашенные гости. Первая сессия собрания депутатов Ненинского округа состоялась 30 мая 1994 года. Именно тогда, четверть века назад, был сформирован первый в истории региона законодательный орган государственной власти. Начало работы округлого собрания депутатов надо связывать с той общественно-политической ситуацией, которая была в это время. Фактически мы начинали свою работу, да и вся Россия начинала под грохот танковых пушек Ельцина. Только-только расстреляли Белый дом. И вот на местах организовались законодательные представительные органы власти. Совершенно с другими функциями, чем раньше. Начиная с нуля. Первым депутатским созывом в Ненинском округе было принято 56 законов. Самый главный из них – устав региона и закон о бюджетном устройстве и процессе. Следующим депутатским созывом упор был сделан на вопросы социально-экономического развития. Именно в этот период появилось понятие «защищенные статьи бюджета». В 90-е годы, если вы помните, были достаточно тяжелые годы, в том числе и по бюджету, в том числе и нехватка денег, не выплаты заработной платы, в это время нам нужно было выстраивать приоритеты, чтобы бюджетные средства ушли прежде всего нашим бюджетным учреждениям с учетом расставленных приоритетов. Были защищенные статьи, понятия, как если вы помните, да, это питание, это зарплата. Скудный бюджет нужно было распределять в интересах наших жителей. Начиная с 2005 года, Нейнский округ по темпам социально-экономического развития значительно опережал среднероссийские показатели. Это позволило собранию депутатов разработать и осуществить меры по социальной поддержке населения, заняться реализацией приоритетных проектов и региональных целевых долгосрочных программ, приблизить решение жилищной проблемы. Депутаты приступили к непосредственному исполнению наказов избирателей. Первый наказ, а это был 2005 год, это строительство нового здания школы номер 2. Взамен сгоревшего здания и детишки занимались в приспособленных помещениях, две смены. И несмотря на бюджет, который был в то время не в таком виде, как сейчас, все-таки удалось пролоббировать решение вопроса по строительственному зданию, мы привлекли спонсоров наших недропользователей, компанию, французскую компанию «Тоталь». И удалось все-таки построить красивое современное здание школы номер 2. Также среди исполненных наказов избирателей лесозаводского округа строительство крытого ледового дворца труд, который сейчас является школой Олимпийского резерва. Кроме этого были построены новая почта, здравпункт, детский сад. Особое внимание депутатского корпуса было уделено поддержке людей высокого возраста. Был принят закон, по которому стали выплачивать детям войны доплата. Был закон, по которому заменили выплату малыми суммами каждый месяц на одну большую сумму при протезированных зубов. Решили в 5 лет раз оплачивать определенную сумму за один раз, потому что экономить копейки не получалось. Был принят закон, который очень важен был. Он относился к медицинской нанотехнологии. Это удаление катаракты лазером. Каждый последующий созыв окружного парламента, а всего их было шесть, сохраняя лучшие традиции предыдущего, вносил новое в историю законодательной власти округа. За 25 лет прошло становление депутатского корпуса и аппарата регионального парламента. Хотел поблагодарить все предшествующие созывы, аппарат собрания депутатов, всех тех общественников, общественных организаций, которые помогают нам в нашей работе, отдельных жителей, которые неравнодушны, которые словом и делом действительно подсказывают и советуют, каким образом лучше оптимизировать нашу деятельность. То есть собрание депутатов, оно максимально открыто. В праздничный день от имени главы региона депутатов и сотрудников аппарата поздравил заместитель губернатора Юрий Бездудный. Он вручил юбилейные медали 90 лет Нейнскому округу, благодарственные письма губернатора региона и почетные грамоты администрации Нейнского округа.